здравствуйте мои хорошие сегодня я решила сделать общий расклад который подойдет пожалуй под большинство ситуаций потому что есть запросы на смену работы есть запросы на переезд есть работу на выбор работы поиск работы работодатели и так далее и по опыту делая такие видео понимаешь что они большинству зрителей не интересно их смотрят точечно да там тысячу человек посмотрит вот за все время вы можете посмотреть какие просмотры сколько просмотров набирают такие видео которые сугубо точечные которые не затрагивают максимально большое количество именно моих зрителей и поэтому чтобы каждый практически в любом моем видео смог найти ответы либо какую-либо информацию по своему вопросу вот я решила делать такие расклады которые будут но несколько универсальные я надеюсь что и в таких универсальных раскладах вы получите ответы потому что расклад будет называться что будет если я это сделаю или что будет если я так поступлю здесь конечно посмотрим и вашу сигнификацию чтобы вы понимали о вас речь не о вас посмотрим что заставило вас принять такое решение либо вот встать перед каким-либо вопросом и посмотрим какой итог для себя вы получите итоги здесь тоже вещь такая номинальная потому что для кого-то будет моральное удовлетворение для кого-то финансовое для кого-то эмоции какие-то вы получите то есть в целом такое опять же средневзвешенное итоговое решение мы так или иначе посмотрим поэтому я буду ждать обратной связи как работают и не работают такие расклады также хочу сделать небольшое отступление для тех кто спрашивает сколько позиций почему так кому интересно послушайте но я каждой позиции из позиций тоже сделаю отсылку суда чтобы не было вопросов совсем недавний комментарий что вы топчетесь на трех позициях вы неужели вы не видите сколько у вас подписчиков я вижу сколько у меня подписчиков и я делала на своем канале и 4 варианта и 5 вариантов и два варианта и один вариант и для себя на данный момент я пришла к такому выводу что наиболее рабочие на моем канале именно три варианта я всегда предупреждаю что может случиться так что вы не найдете ответа на свой вопрос в трех позициях и даже неважно бывают такие ситуации что сделать 10 20 50 позиций может случиться так что ни в одной своей позиции вы не сможете найти ответ причин для такого может быть несколько но самая такая причина по которой может в общих раскладах вы не можете найти ответ потому что расклад все-таки общий и он не подразумевает что вы найдете свою ситуацию один в один общий расклад они прежде всего предназначены для того чтобы несколько со стороны посмотреть на свою ситуацию обобщенно отойдя немного в сторону для того чтобы уже самостоятельно подключил все нюансы все знания той ситуации в которой вы оказали чтобы вы сложили полную картину для себя и приняли то или иное решение вы знаете что я никогда не говорю да нужно уходить либо да нужно оставаться потому что я сторонник своей фразы что наша судьба на только в наших руках и только мы решаем с кем нам быть кого принять кого послать и так далее поэтому тем кому не нравится три позиции либо те кто не находит свою позицию в общих раскладах здесь не вина торолога здесь не вина карт здесь действительно может оказаться что ваша ситуация настолько уникальная что под общие расклады но ее сложно подогнать поэтому здесь ну каким путем вы можете пойти первое вы можете купить свою собственную колоду карт самого простого райдера уэйта и посмотреть именно по сухим трактовках трактовкам что примерно карты вам показывают благо сейчас сети информации по уэйту очень много крайне разнообразно если классическая система есть на разных формах видение той или иной карты от разных практиков смотрите тренируйтесь возможно и общие расклады вам в дальнейшем не понадобится второй момент вы можете обратиться к торологам которые посмотрят вашу личную ситуацию и конечно я никого не зазываю к себе нет и в моей практике тоже бывают такие случаи они не частые но бывает когда я смотрю в расклад человека и говорю что в данный момент я вам вообще ничего сказать по данной ситуации не могу я могу ее описать я могу рассказать что там происходит но итогов каких-то перспектив каких-то до тех пор пока ситуация немного не разовьется во времени я дать не могу такое тоже бывает и может быть опять же как частный случай это тоже ваша ситуация чтобы для того чтобы вы поняли что происходит либо сориентировались как вам в этой ситуации поступить возможно нужно время для развития каких-то моментов бывает же так что мы смотрим что решил человек человек находится в такой ситуации когда еще ничего не решил когда он не знает когда он например ждет письма какого-то там или ждет зарплаты а ее задерживают для того чтобы там не купить не купить билет поехать много 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 моментов и когда человек находится в зависшей ситуации и у него решение в голове не созрело то о каком результате мы можем смотреть карты таро это не приговор и это не та система которая вам скажет что будет вот именно так и никак иначе карты таро это всегда перспективы перспективы развития той или иной ситуации и карты таро как раз таки заставляют нас думать и принимать решения глядя на те перспективы которые мы имеем они могут подсказать наилучший вариант развития ситуации точнее наилучшие ваши действия для того чтобы ситуация повернулась более-менее нужно вам ключе а бывает так что они действительно молчат поэтому ничего не могу сказать тем кто призывает меня делать больше позиции больше позиции ну смотрите даже три позиции вот в коротком довольно таки раскладе хотя я все равно стараюсь максимально развернуть ситуацию насколько это важно возможно да где-то 40 минут занимает расклад в среднем если делать пять позиций часто еще больше то есть вы понимаете сколько времени я должна потратить только на съемку самого видео плюс видео иногда нужно склеивать монтировать то есть это еще время потом видео нужно выложить на youtube оформить значок который тоже нужно сделать и так далее так далее так далее то есть можно одним видео заниматься целый день и конечно я тоже человек конечно у меня тоже есть свои интересы у меня есть свои какие-то личные дела и поэтому методом проб я поняла что на моем канале очень хорошо работают три позиции и пока так будет если я буду видеть что будет происходить какая-то другая тенденция на канале то конечно я буду и опросы в сообществе вывешивать как я это делала и конечно буду сама что-то пробовать я тоже не безразлично отношусь к тому что происходит на моем канале мне тоже важно чтобы мой канал был полезный мне тоже важно чтобы люди получали информацию ту за которой они собственные пришли и и поэтому я очень благодарна тем кто отписывается кто рассказывает свои ситуации оставляет обратную связь те кто по прошествии времени находит прошлые мои расклады с прогнозами и пишут что да именно так и случилось или те кто пишут уже по прошествии времени когда ситуация уже случилась а человек смотрит постфактум говорит да 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 что я не ошиблась что до свое время приняла именно такое решение и да именно так происходит я я очень рада волнение захлестывает да и конечно я рада что моя работа приносит такую пользу когда начинаешь хорошо ориентироваться в ситуации когда открываются глаза на тот или иной вопрос и в целом вдохновляют мои видео люди пишут вдохновляют голос мой успокаивает становится как-то легче даже в сложной ситуации спасибо вам большое спасибо вам за доверие также хочу отдельное спасибо сказать девочкам которые делают тайм-коды тайм-коды я не делаю и я уже раньше говорила об этом почему я не делаю тайм-коды но те девочки которые постарались не только для себя а для себя они здесь собственно не старались то есть они потрудились для других которым которые не хотят слушать предисловие которые не хотят отматывать они потрудились поставили сделали тайм-код а это тоже отдельное время которое нужно потратить кто не верят, можете попробовать, да, и, конечно, такой труд я не могу поставить без внимания, и комментарии с тайм-кодами я всегда прикрепляю, ну, вот, наговорила практически на 9 минут, но я думаю, эта информация важная, потому что периодически бывают недопонимания людей, которым кажется, что чем больше будет на канале позиций, тем больше людей смогут найти ответ, нет, и более того, я согласна с теми, кто пишет, что чем больше позиций, тем быстрее, и тем проще в них запутаться, да, здесь я с этим согласна, есть три позиции, они либо резонируют, и вы смотрите, либо не резонируют, и вы закрываете видео, спасибо тем, кто дослушал предисловие мое до конца, так, наверное, чтобы не мешалось, я уберу совсем вот так, королева жезлов, королева кубков, смотрим, беру полюбившийся вами уже ракул полной луны, и так, жезлы кубки, либо единички, смотрим вас, ваша сигнификация, кто вы, какая вы, либо в какой сейчас вы жизненной ситуации находитесь, именно для того, чтобы мы понимали, ваше это видео или не ваше, ваша ситуация или не ваша, ваша позиция или нет, смотрим, надежный друг, да, мало того, что собака, так еще и якорь, женщина стабильная, женщина добрая, но справедливая, здесь женщина, которая может давать шансы людям, которые предали, но она в дальнейшем уже делает выводы, она может общаться с этим человеком, который сделал ей больно или который ее предал, но впредь она уже будет держать дистанцию, то есть сказать, что этот человек всегда будет на все закрывать глаза, потому что она такая добрая, потому что она хорошая, нет, она может сделать вид, что она закрыла глаза, но ни в коем случае она не будет потом в дальнейшем так же слепо верить человеку. Сказать, что мстительная, нет, здесь не о месте речь, здесь речь скорее пойдет о взаимности и о дистанции, которую женщина будет держать потом в дальнейшем с любым человеком, вот в какой бы роли он для нее не был. Что еще мы скажем о вас? Масок вы не носите здесь точно, что если у вас хорошее настроение, значит все видят, что у вас хорошее настроение, если у вас дурное расположение духа, вы не будете хихикать, вы не будете показывать, что все у вас хорошо, значит у вас дурное настроение. Если человек вам приятен, этот человек будет знать, если человек вам неприятен, точно так же лебезить перед ним, там и вилять хвостиком перед этим человеком, вы не будете. Открытое, контактное, и я хочу сказать, что такого человека, как вы, если встретишь, можно сказать, что повезло. Правду в глаза можете сказать, и не стесняйтесь, и не боитесь реакции. Это похвально. Не все люди могут другим людям говорить правду в глаза. Это касается вот то, что вкратце можно сказать о вашей личности, о вашей сигнификации. Давайте теперь посмотрим, что заставило вас принять такое решение, потому что вопрос наш, что будет, если я это сделаю. Вот что заставило, что побудило вас подойти к этому решению, либо к этой ситуации. У женщины вот в недавнем, в недавнем прошлом случилась какая-то фатальная для нее ситуация. Что-то закрылось, либо что-то из ее жизни ушло. Гроб – это всегда карта трансформации, это некая отсылка к картам Таро карты смерти, но здесь карта смерть плюс башня. Я данную карту так вижу. То есть здесь не физическая смерть, и такие карты, они не указывают и не говорят о самой физической смерти. Здесь карты говорят о том, что что-то умерло, что-то перестало существовать, или что-то перестало данную женщину волновать. Например, хотела, стремилась в какой-то конкретной работе к карьере и делала все для того, чтобы покорить те вершины, которые она для себя наметила. А потом в силу каких-то обстоятельств она поняла, что я больше не хочу. Вольняется с работы и, собственно, все. Здесь ситуация может быть также и в отношениях. Поставила с кем-то точку, подала на развод, и здесь женщина сейчас просто набрала воздуха в свои паруса для того, чтобы рвануть дальше. Здесь речь может пойти, конечно, о переездах. Здесь речь может пойти о перемене места работы. Переезд, причем переезд здесь может быть не только в другой дом, а здесь может быть переезд в другой город или на другой совсем континент. Потому что женщина здесь решила свою жизнь начать с нового листа. Одну страницу она закрыла и захлопнула. какое-то время постояла, подумала и все, да. Нужно двигаться дальше. В данной ситуации здесь женщина переживает за близких людей. Скорее всего, здесь она действительно будет находиться несколько на отдалении от привычного круга общения. Это семья, это родные люди. И она понимает, что вот именно расстояние между ними, ну, это будет такое, знаете, вот моментом, когда даже вплоть до того, что вот некое чувство вины, да, что я их бросила, я оставила. Но по-другому здесь не получится женщине начать жить с чистого листа. И еще здесь женщина боится, а как бы не получилось так, что мне придется вернуться. Вот две ситуации, которые сейчас терзают. Первое, что я буду на отдалении, и мне придется ездить, контролировать, либо встречаться. Вторая ситуация, что есть момент, что вот так, как бы не пожалеть. Женщина видит, что там, куда она собралась, здесь в принципе, да, женщина могла собраться в свою свободную жизнь. Бросила мужа, бросила любовника и сказала, что все, я теперь буду жить вообще для себя. Но она понимает, что может случиться такая ситуация, что она пожалеет, что она вернется, что случится так, что оно будет не так хорошо, как она для себя планирует. Хотя решимости здесь, я хочу сказать, здесь прям очень много, потому что все, в прошлое уже не вернуться. И к прошлому здесь женщина уже твердо повернулась спиной, все вдохнула. И твердая решимость начинать новую жизнь. Давайте посмотрим, есть ли альтернатива вот тому, что вы для себя решили. Ну, например, вы переезжаете в другой город и посмотрим, а может быть, еще какой-то город будет для вас альтернативой такой, хороший. Или, например, вы бросаете одного мужчину ради другого, да, а может быть, есть еще, да, какой-то альтернативный вариант, да, какое-то время вот не перебегать от одного к другому, а побыть какое-то время в тишине, да, сама с собой, вот самодостаточности какой-то набраться. Здесь я не берусь приводить конкретные примеры, потому что расклад здесь такой универсальный больше, и поэтому нюансы своего вопроса вы в любом случае знаете, и вы в любом случае понимаете, о чем здесь я буду сейчас говорить. Поэтому давайте посмотрим, есть ли альтернатива. Понимаете, здесь я даже альтернативы такой не вижу, потому что здесь мало того, что вы сама для себя решили, так более того, вы еще и близким людям здесь озвучили свое решение и сказали, что, например, я меняю работу и ухожу там от директора Петрова к директору Сидорову. И как-то вот свое собственное слово вы не можете подвести. То есть здесь человек, который если сказал, то человек сделал. И коней здесь, получается, на переправе не меняет. И поэтому здесь, женщина, вот может быть, поэтому здесь, да, вот такое слово, может быть, было сказано сгоряча, а я сделаю. Человек привык выполнять свои обещания, поэтому она понимает, что тут уже не до альтернатив, что нужно уже делать так, как я это сказала, так, как я это себе наметила. И, а дальше уже будет видно, да, там, пожалею я, не пожалею, придется вернуться, не придется вернуться, либо забрать свое слово назад. Ну, вот здесь я такую ситуацию вижу. Ну, давайте смотреть итог для вас, если вы сделаете так, как вы для себя решили. Хочу порадовать здесь тех, кто стремится, мало того, чтобы поменять что-то в своей жизни, так еще здесь ждет серьезные хорошие отношения, потому что здесь будут новые знакомства, и здесь может быть даже незнакомство, нет, незнакомство, здесь будет общение с человеком. Этот человек вполне себе может быть и из прошлого, но здесь объединение, союз. Что-то вас здесь в этом союзе, конечно, будет не совсем удовлетворять, но сказать, что вы должны там бегать по свадебным агентствам, чтобы найти этого мужчину, или что вам нужно там, я не знаю, там устраиваться сугубо на работу, где только-только мужской коллектив, чтобы найти себе партнера. Нет, здесь делать каких-то особых шагов не придется, и результатом в целом вы будете довольны. Партнера вы найдете, но здесь, знаете, какую ситуацию я вижу, что партнер-то вам будет по душе, партнер. Променять вам его ни на кого не захочется, но только вот со стороны, да, вот если ваши родные, близкие или кто хорошо вас знает, они могут сказать, я не понимаю, что ты в нем нашла, да, вот что в нем такого, что, допустим, вы там бросили там своего парня, там, и вообще влюбились вообще в другого, да, вот если сравнить, скажешь, зачем ты бросила там Васю своего, и нашла там себе Петю, этот Петя вообще там в разы уступает Васе, но это только беглый взгляд со стороны. Вам этот человек будет дорог, с ним союз создать, вы здесь сможете. Это ситуация для тех, кто в поиске, и для тех, у кого ситуация касается отношений, когда жизнь с нового листа, и ситуация любовного характера, если хотите. В остальном. Да, в остальном вы женщина сильная, вы женщина мудрая, вы женщина, которая идет по пути сердца, души, интуиции. Да, в чем-то вы потеряете, но потеряете, что, например, придется потратиться на квартиру, вы предполагали там, допустим, за 100 рублей ее там купить, снять, а она будет дороже. Там, или ваш переезд, потом, вот когда вы посчитаете, поймете, что да, вы отдали гораздо больше, там, со всеми, допустим, перевозками, упаковками, там, вещей, да, там, нанятые рабочие, чтобы будете понимать, что да, вы понесли расходы, но тем не менее, вот, интуитивно будете понимать, что я сделала правильно, и с выбором я своим не ошиблась. Особо мне здесь интересно будет почитать комментарии тех, кто уже вот постфактум смотрит, да, как развивается ваша ситуация, встретили вы, не встретили мужчину, и были ли дополнительные у вас какие-то вот такие вот непредвиденные расходы, которые для вас были довольно здесь неожиданными. В принципе, здесь расклад закончился, с кем резонирует, ставьте лайк, обязательно пишите, насколько резонирует, потому что это опять же такой расклад, который я делаю для того, чтобы понять, работают такие расклады универсальные, либо не работают, насколько вам понятно. Конечно, здесь сложно в каждом конкретном примере приводить, что касается переезда, или что касается работы, или что касается отношений, здесь сложно, да, поэтому я и прошу вас, зная свою ситуацию, несколько подгонять вот этот вот пазл до полного совершенства. А в остальном, пишите обратную связь, не забывайте, что ссылка на ваши запросы есть под данным видео в описании, там специальная тема, под обычным видео запросы теряются. Посмотрите еще, пожалуйста, самое начало видео, где я рассказываю о том, почему три позиции на моем канале, и почему некоторые позиции не работают, да, что вы смотрите, а ответа своего не находите вообще. так, спасибо позиции номер один, две наши другие королевы, мечи и пентакли, позиции номер два. Ваша сигнификация, чтобы вы смогли понять, вы ли это, о вас ли речь, и, соответственно, стоит ли дальше смотреть этот расклад, либо посмотреть другой. Итак, Оракул полной луны. Те, кто не смотрел начало видео, посмотрите, там я рассказываю о том, почему позиция может не подойти, и почему на моем канале сейчас три позиции. Итак, вы. Здесь мужчины похожи на вас, вот как мухи на мед летят, или пчелы на мед, да, чтобы никто не думал, что есть какой-то подвох в моих словах. Загадочная, сексуальная женщина, которую хочется получше узнать, поговорить, посидеть поближе. Мужчина вот каким-то своим эротизмом, либо сексуальностью. Здесь голову вы сносите. Здесь женщина, с которой постоянно хочется быть. Ну, здесь вы будоражите. Здесь во второй позиции, здесь у меня женщины, которых мужчины называют роковая женщина. Вот такие вот здесь роковухи, которая, с одной стороны, может казаться белой, пушистой, но для мужчины она может такую жизнь создать, когда ему мало не покажется, и в том числе сексуальную жизнь здесь скучно не будет. Здесь все, вот буквально, вот женщина, огонь, женщина, энергия. Здесь женщина, которая, не знаю, от вас, наверное, можно электрические гаджеты подзаряжать, батарейка такая, такая, аккумулятор. И здесь женщина, которая еще часто задает себе вопрос, ну, почему меня мужчины рассматривают в основном только с точки зрения секса, да, почему они не хотят понять мою душу, почему они не хотят понять меня как человека, как женщину, а смотрят на меня вот как некий объект сексуального вожделения. То есть, с одной стороны, такое огромное преимущество, как магнетизм, как сексуальность для вас оборачивается некой такой проблемой, что мужчины не... Здесь, кстати, могут быть женщины такие, знаете, под долгое время находящиеся в статусе любовниц, да, такая вот долговременная ситуация любовного характера, либо такая вечная любовница, что как любовница, пожалуйста, да, и мужчин вот можно просто в очередь выстраивать, а чтобы наладить свою личную жизнь, такую вот настоящую, да, где я не только любовница, и женщина, с которой интересно мужчинам в сексуальном контексте, но я еще и женщина, я еще мать, и я еще хозяйка. Здесь вот это очень четко здесь подыгрывается, что женщина здесь может не находить своего семейного счастья, потому что сплошь и рядом натыкается на мужчин, которые ищут в них лишь сексуальный объект. Плюс большой сексуальность, да, но видите, у каждой стороны медали, есть и вторая сторона. Какая вы еще? Здесь уже в целом показана женщина, которая, знаете, вот уже вот и мечевые, мечевые дамы часто такие, да, лучше я буду одна, чем с кем попала, да, я уже наелась, я уже насытилась, мне уже кучу сделали неприятных вещей, здесь больше вот мужской такой вот идет след неприятный вот в душах данных женщин, что пусть мне будет тяжело, но я уже не хочу сталкиваться с предательством, я не хочу снова влезать в ситуацию, где меня будут рассматривать сугубо как женщину, с которой интересно зажигательно проводить время, но дальше этого не идет, да, по ребенку вашему я хочу сказать, что это женщина, и опять же, вот мечи и королевы пентакли, это в принципе женщины, которые рассуждают сердцем, ой, сердцем, боже мой, рассуждают своим разумом, те, которые интеллектуалки, те, которые с раннего детства начинают выдавать взрослым такие фразы, что взрослые находятся несколько в шоке, да, женщины, которые, маленькие девочки здесь в данном случае в детстве были такие развитые не по годам, здесь женщины, которые амбициозные и которые, не знаю, сплошь отличницы либо очень хорошо учились в школе, но для того, чтобы вот как-то обустроить свою собственную личную жизнь, здесь вот этого данным женщинам оказывается мало, да, вот ни ум какой-то, ни сексуальность здесь не помогают женщине вот полноценно чувствовать себя счастливой. Часто же говорят, да, что красивые женщины и выдающиеся, вот выдающиеся фигуры, да, вот стилем одежды, вот подачи своей, они зачастую находятся в состоянии одиноких женщин. Конечно, я не могу сказать, что это одиночки, здесь женщины самостоятельные, здесь женщины самодостаточные, но ищущие свое собственное счастье и задающийся вопрос, почему со мной именно так, да, что во мне не хватает. Я и умная, я и красивая, я и сексуальная, и я не боюсь какой-то ответственности даже серьезной, но вот не получается. давайте посмотрим теперь, что заставило вас принять такое решение, либо встать перед решением, потому что вопрос звучит так, что будет, если я это сделаю, что побудило вас задуматься над этим вопросом, либо уже начинать решать этот вопрос. опять здесь ведь идет история любовная. А как раз таки вот эта ситуация, которая здесь копилась, копилась годами, здесь хочется сказать, вот просто хочется еще раз шагнуть для того, чтобы отойти от того сценария, который вы проигрывали долгое время. Да, здесь хочется убежать не от самой себя. Здесь бегство, здесь бегство, что если я сейчас в жизни вот что-то поменяю, что-то сделаю, там перееду, там или поменяю работу, то наконец-то в моей жизни, да, что если одна перемена случилась, значит другие перемены будут следовать и подтягиваться одна за другой. Да, действительно так бывает, когда мы принимаем какое-то несвойственное нам решение, находясь в любой ситуации, наша жизнь начинает меняться, подтягиваются новые люди, подтягиваются новые знакомства, ситуации, и здесь женщина для себя четко решила, что мне действительно здесь нужно уходить из привычной жизни, менять привычные декорации, таким образом я смогу поменять ситуацию. Страшно здесь действовать, потому что, ну, почему я вот говорила, да, от себя не убежишь. С одной стороны можно делать вид, что это решение обдуманное, а с другой стороны здесь, а если я не буду делать, да, я зависну, а если я буду делать, а вдруг ничего не поменяется, да, а вдруг все равно все, все сценарии мои так и будут повторяться. хотя я хочу сказать, что далеко от своей вот сути женской здесь вы не убежите. вот так вот я здесь хочу сказать. Даже меняя что-то в своей жизни, какие-то декорации, вы уже транслируете миру себя такой, какая вы есть. Возможно, это ваша некая карма, а возможно, вы проходите сейчас какие-то уроки, задачи для того, чтобы наконец-то вы были подготовлены к тому, чтобы встретить того человека, которого вы ждете. надоело быть игрушкой. Здесь, если не рассматривать ситуацию отношений, а рассматривать например рабочую ситуацию, что здесь вот тоже смотрят на вас как на картинку, а серьезно вас не воспринимают. Какими бы вы здесь золотыми медалями не трясли перед работодателем, красным дипломом вот бесполезно вот почему-то смотрят на вас и оценку вам дают вот чисто сугубо в соответствии вашей внешности, не в соответствии с вашими какими-то достижениями и именно вот что-то внешнее. Девочки, я думаю, вы здесь во второй позиции вы четко знаете, что есть такого в вашей жизни, что вам мешает полноценно почувствовать себя например, счастливой женщиной-женой или например, почувствовать себя успешной самодостаточной женщиной, которая делает карьеру. есть некий барьер, есть некое препятствие и конечно хочется уже все как-то поменять для себя, чтобы запустить вот этот водоворот перемен, возможно, что-то будет иначе как-то другого, как-то ситуация поменится, сейчас посмотрим. Есть ли альтернатива вашим решениям? Может быть, не совсем верное вы направление выбрали или не совсем тот вариант. альтернатива вот здесь ничего не менять и поставить все как есть. Потому что здесь я, видите, недаром чуть ранее оговорила, что суть вы свою не поменяете. Здесь не бежать надо от обстоятельств, не менять город, здесь не менять окружение, здесь можно оставаясь на месте поменять вашу ситуацию, причем кардинально. здесь вы сможете заявить о себе в другом качестве. Как? Ну вот смотрите, не давать людям пользоваться тем, вот чем они пользуются, тем, что вы транслируете, что если вы понимаете, что на вас клюют сугубо только женатые мужчины и просто закрывать доступ в свою жизнь вот таким охотникам до красивых женщин, которые взрывают все их фантазии. Здесь больше обособленности, потому что здесь женщины, которые на виду, и здесь женщина, которая вряд ли она будет сидеть в заперти, но ваш такой открытый образ жизни немного и создает флер какой-то некой сексуальной подоплеки вашего образа. Подумайте, девочки, здесь мне сложно в рамках общего расклада каждой из вас сказать, что именно вам мешает, чтобы чувствовать себя счастливой или чувствовать себя довольной. Есть момент, вы о нем в любом случае знаете, и здесь необязательно что-то менять кардинально в своей жизни, вы можете все оставить на местах, но свою ситуацию здесь вы можете переломить. Кому-то меньше нужно будет походов, не знаю, в клубы, на дискотеке, потому что есть и такое. Кому-то действительно ограничить, и как только понимаете, что мужчина женатый, сразу сказать все, до свидания, просто перекрыть доступ им в вашу жизнь. Кому-то еще что-то. Бежать здесь необязательно. но так или иначе, что если вы решение приняли, вы его уже начали осуществлять, либо самой себе сказали, да, я буду не я, если я не сделала. Королева мечей и Пентакли такие дамы это сказала и все сделала. Они не часто свое мнение меняют, свои решения. Давайте посмотрим итог для вас. Да, девочки, от своей вот этой кармы вы все равно не убежите. Здесь проблему надо решать не бегством. на какое-то время вы сможете надеть маску другой женщины на себя. По-любому сможете, но рано или поздно то, что у вас есть, оно все равно выползет наружу. Итог вы получите временный. Но потом в дальнейшем все встанет примерно на свои места. Здесь по-хорошему нужно смотреть, какую карму вы отрабатываете и для чего вы проходите именно такие ситуации. По-любому выводы вы должны какие-то сделать, но вы их пока еще не делаете, либо если и делаете, то не совсем те, которые нужны. Нас не зря возвращают в одну и ту же ситуацию, в одни и те же сценарии. И причем, что интересно, раз от раза они более хлещи и более хлещи. Как раз таки для того, чтобы мы сделали какой-то четкий для себя выбор, вывод, что инсайт поймали. А, вот для чего, да, все это было, вот для чего меня каждый раз закидывают вот в такую вот ситуацию. Поэтому подумайте, здесь вам что может помочь, вплоть до того, что какие-то медитации. Сейчас многие будут смеяться, скажут, ха-ха, надежда, там, да, сейчас я посижу на облачке, помедитирую, ручки-ножки скрещу, вот, и я все пойму. Но поверьте, такое тоже помогает. И медитация здесь не такая там, а медитация здесь просто погрузиться в такое состояние, когда вы можете спокойно обдумать, с чего все это началось, какие вы выводы делали раз от раза, и понимая, что это не совсем то, и подумать над тем, а какой вывод был бы правильный. Посмотрите на себя со стороны. Может быть, я неправильно назвала слово медитация, здесь, наверное, больше вдумчивый такой диалог с собой, да, понимая, что раз такие ситуации повторяются, и они неоднократно, значит, я совершаю раз от раза одну и ту же ошибку, и в этом мой кармический урок. Значит, я должна впредь, когда меня снова закинут в такую ситуацию, или если вы в ней сейчас находитесь, сделать какой-то другой вывод, принять какое-то другое решение. Девочки, здесь я могу вот в рамках общего расклада здесь сказать только так. Не обязательно, конечно, здесь я вас не призываю менять свое мнение, свое решение, здесь всего лишь информация для размышления, но если особо с вами резонирует, просто подумайте, да, вот какие неверные решения вы делали, и я, наверное, сегодня или завтра выложу в сообществе как раз-таки про неверный выбор, запись, я думаю, многим понравится. Если резонирует ситуация, поддержите меня пальчиком вверх, пишите обратную связь, и не забывайте, что общие расклады я принимаю под специальное видео, под обычное видео, запросы теряются, и если вы уже видите такую тему, которую вы хотели бы задать, написать, просто по тем постам, тоже поставьте лайк, и я буду видеть, что это видео популярное, и его хотят в первую очередь увидеть. Это была вторая позиция. Спасибо двоечкам нашим. и третья позиция императрица и верховная жрица. Те, кто не слышал предисловие, вернитесь в начало, можете после просмотра, можете сейчас поставить на паузу и посмотреть, почему могут не работать позиции, которые вы загадали, почему три позиции на канале, и почему, собственно, я веду именно такую политику на своем канале, вот такая, какая она есть. Можете подписаться, что вы думаете по этому поводу, потому что к мнению большинства своих подписчиков я в любом случае прислушиваюсь, даже тот же самый пресловутый аркан-дурак вместе с императором, это тоже вот чья-то идея из зрителей. Ну и давайте далеко не отвлекаясь, ваша сигнификация, чтобы вы понимали ваш расклад, это или нет, кто вы, что-то захотелось еще перемешать колоду, кто вы, чтобы вы понимали ваш расклад или не ваш, стоит смотреть или не стоит. Такое ощущение, что здесь ситуация, вот какая вы, здесь не какая вы, а в какой здесь вы ситуации, что некий человек, это может быть и любимый человек, это может быть друг, это может быть коллега или начальник, создал вам проблему с вашим окружением, либо здесь мужчина, за которого вы разгребаете кучу его проблем, так или иначе ключевая есть какая-то фигура, из-за которой проблемы, неприятности и болезни, и слезы, девочки, интересно, а почему? Потому что вы такая, вот слово нет, вы сказать не можете, отказать вы не можете, если человек к вам вот в противовес, вот первая позиция, кому интересно, там совсем другие личности, и если вы можете людям сказать нет, значит точно не ваша позиция, потому что там вот как раз есть позиция, где женщина может четко сказать нет, справедливое до безобразия, а здесь нет, здесь даже если вам не нравится, здесь даже если вы понимаете, что вы можете ухудшить свое положение, Но если человек к вам обратился, и человек к вам не безразличный, здесь даже посторонним сложно сказать, нет, что же тут говорить о родных. Здесь, например, человек скажет, блин, там, Маша, не знаю, почему Маша, но вот Маша, блин, Маша, там, я не знаю, мне нужно срочно купить машину, там денег нет, я в черных списках у банков, возьми, пожалуйста, кредит на себя, я буду с тобой рассчитываться. И вы смотрите на человека, сказать ему нет не можете, будете понимать, что, скорее всего, кредит вам придется выплачивать самой, с этого человека вам придется денег вытрясать, но, тем не менее, вы берете этот кредит на себя. И во многом, во многом, во многом коллега по работе может попросить вас, там, вот опять же, там, Маша, выйди за меня, вот там, я не знаю, там, я там вчера там напилась, голова болит, выйти не могу, а у вас выходной, вы уже наметили, там, не знаю, по магазинам, шоппинг, не знаю, маникюр, и вы говорите, да, хорошо, да, отменяю все свои планы, здесь в ущерб себе. И здесь самый главный человек, который выделяется, здесь он точность, который создает вам проблемы, ну и в целом, да, вот из-за своего такого мягкого характера, из-за того, что вы вот для всех готовы разбиться в лепешку, вы лучше себе не делаете, только хуже здесь получается. Такая добрая душа, которой вот каждый, кто считает возможным, вот здесь пользуется. Научитесь говорить «нет», если понимаете, что вам будет во вред. Да, с какими-то людьми, конечно, придется ухудшить отношения, либо придется расстаться, из-за вашего слова «нет», но невозможно, чтобы вот так вот ездили на человеке. Да, здесь, видите, вот из-за отказа вы боитесь потерять людей. Вот о чем я и говорю. Порой карты, либо поток, опережая те карты, которые вытаскиваешь. Видишь, все-таки в потоке читаю. Своим «нет» вы боитесь, чтобы от вас отвернуться, скажут «фу, какая ты, а мы на тебя рассчитывали, а ты вон какая». И поэтому, чтобы не обижать людей, вы говорите «да». Да, здесь такого друга, конечно, стоит поискать. И сложно таких людей, как вы, найти безотказных. Ну, о себе же тоже надо подумать. Люди, когда обращаются к вам, они думают о себе, а не о вас. А почему вы должны разбежаться, разбиться в лепешку, не думая о себе, а думая, как будет лучше для них, а вдруг они обидятся? Хотя-то в душе вы чувствуете, что, да, либо уже после того, как вы сделали, понимаете, ну, зачем я это сделала, ну, почему я не отказалась. Саму себя пилите, саму себя внутри съедаете. А мало того, что можете поставить себя в худшее положение, саму себя потом истязать, гнобить. А вот перед другим человеком вы не можете так сказать, что нет, иначе там я сама там буду сидеть без денег. Нет, я не могу выйти, потому что я там уже договорилась, вот и всё. Планы я свои не отменяю. Поэтому, девочки, подумайте, пожалуйста, над тем, что здесь сказано. Здесь, конечно же, извиняюсь, до сих пор до конца не выздоровела. Здесь особенно девочки для тех, вот с кем резонируют. Конечно, если не резонируют, это не ваш рассказ. Здесь вот у меня подобрались такие девочки, у которых вот такая вот огромная широкая душа, вот я вот показываю, да, не видно из-за камеры. Но которые сами страдают вот от своей доброты, от своей порядочности, от своей доверчивости, от своего неумения отказывать и от ситуации, когда вот страшно отказать человеку, вдруг он обидится и вдруг он со мной потом общаться не будет. Говоря не, вы отфильтруете паразитов от себя. Что заставило вас принять такое решение вот в рамках вопроса? Вопрос наш звучит так. Что будет, если я это сделаю? Здесь любая ситуация. Отношения, работа, переезд, любые другие бытовые ситуации. Здесь ситуация безысходность. То есть, опять же, здесь такое ощущение, что вы принимаете это решение, либо вы уже начали его осуществлять, потому что это кому-то надо, это кому-то выгодно. Не знаю, там начальник говорит, а Маша, бери срочно отпуск, потому что там мне нужно сэкономить там, не знаю, там на чем-то, да, на столовской еде. И вы говорите, да, хорошо, я возьму отпуск. Или наоборот, Маша, срочно выходи из отпуска, потому что мне некому здесь работать. Вот, а ты вот такая вот единственная незаменимая. Хоть и говорят, незаменимых людей нет, вот вы незаменимая. Да, вот, и люди в любой ситуации пытаются вот заткнуть вами свои какие-то дыры. И здесь я не вижу такого прям вашего собственного решения. Здесь развилка. У вас есть свое мнение, но вы идете по другой дороге, вот, которую, как на привязи вас кто-то тащит. Да, улыбаясь, да, вот для себя думая, что, ну, наверное, так будет лучше. Ну, это бегство, видите, кольцо, это замкнутая фигура. Здесь бегство по кругу. Как повторялись здесь ситуации, так и не повторяются. Здесь вот во благо кого-то или ради кого-то. Здесь вы делаете вот то, что здесь вы делаете. Хотя вы же прекрасный интуит. Хотя вы прекрасно все чувствуете. Вот та ситуация, о которой я говорила, что вы уже заранее понимаете, что вам будет хуже, если вы сделаете так, как вас, например, попросили. Но вы все равно делаете. А потом саму себе съедаете. Да, ну, я же знала. Я же чувствовала, что так будет. Зачем я так сделаю? Слушайте свою интуицию. И как только она вам четко говорит, что нет, что если ты так сделаешь, тебе будет только хуже. Говорите нет. Нет, говорить сложно действительно. Но если вы не научитесь, здесь вот как пользовали вас, так и будут пользоваться. Здесь люди, как я уже говорила, думают о себе, а не о вас. А вы решаете чьи-то чужие проблемы. И это постоянно. Да, здесь я не вижу вашего собственного решения. С чьей-то подачи кто-то, не знаю, сказал или напугал вас. Но это опять же, что если ты там не уволишься, там будет там то-то, то-то, то-то. Увольняйся, да, хорошо. Если ты не переедешь, там то-то, то-то, то-то. У каждого здесь опять же ситуация своя. Так, сейчас я сделаю чуть-чуть посветлее. Здесь совсем темно. Сейчас есть возможность. Сейчас, минуточку. Да будет свет. И в этой ситуации, девочки, что хочу сказать. Я посмотрю, что насколько верным вы все-таки путем идете, вот прислушиваясь к мнению. Здесь может быть не один человек. Здесь может быть родные и близкие люди, которые вам советуют. Так вот, как вам было бы лучше. Но здесь они думают не как к вам было бы лучше, а как выгоднее им будет, если вот чтобы вы так поступили. Им выгодно, чтобы вы, например, уволились с этой работы или наоборот устроились на работу. Им выгодно, чтобы вы там переехали, чтобы, например, быть поближе, чтобы в любой момент вы там могли, не знаю, с их детем посидеть и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас посмотрим, насколько это все-таки верное решение. Карта букет, вот о чем я всегда говорю, и кто смотрит, те уже знают, как я тарактую данную карту. Это всегда срезанные цветы. Это да, какое-то время это да, супер, а потом все это завянет. То есть на какое-то время вы будете радоваться тому, что да, наверное, все хорошо, а потом вы поймете, что это не совсем то, что именно нужно было вам. Итоги мы тоже посмотрим, вот, но здесь уже, девочки, есть над чем задуматься. Уже даже здесь можно было остановить расклад, либо вообще его вынести вот в отдельный, вот для тех вот девушек, кто вот доверчивый, и кто не может отказать, для того, чтобы посмотрели со стороны. И информация для размышления здесь очень хорошая, картами показана. Есть ли альтернатива? Вот вам здесь этот вопрос подходит как никогда. Здесь, смотрите, здесь подумайте, здесь вы можете поступить именно так, как нужно вам. И если вы так поступите, никакой беды здесь не будет. Да, кому-то это не понравится, да, кто-то психанет. Кому-то вы скажете нет, а тот, кто к этому привык, психанет, да, такое бывает, кто-то разозлится на вас. Но здесь, видите, все ответы в вашей голове, все ответы у вас в душе, вы интуит. Недаром верховная жрица, да, это всегда женщины с тонкой интуицией, это женщины-ведьмы, торологи, нумерологи, эзотерики, да, прежде всего. И, конечно, вы для себя четко здесь чувствуете, какая у вас есть альтернатива, и есть она в данный момент или нет. Поэтому вы уже для себя приблизительно чувствуете, что вы получите в результате вот того действия, которое вы сейчас намереваетесь сделать, либо которое вы обдумываете для себя. Давайте посмотрим итог вот того мероприятия, ради которого здесь делается расклад. Ваш личный итог, это может быть эмоции полученные, или это может быть физический какой-то результат. Итог. Конечно, вы здесь будете выглядеть достойно, да, что я сделала, я молодец, и я никого не подвела, я не запятнала. Но лично для себя итога здесь вы не получите. Здесь, опять же, здесь весь расклад идет о том, что это необходимо кому-то в большей степени, нежели вам. Поэтому вы здесь, я хочу сказать, вот поменяв, что вы хотите поменять, либо изменив ситуацию, вы, в принципе, останетесь при своих. Не проиграете, но и не выиграете. Вот это самое минимальное. Максимальное, что карта букет показывала, это то, что вы поймете, что, ну, не так вы хотели, не так вы видели. Или поначалу все будет хорошо, и будет казаться, да, это супер. А потом вот по факту, да, и на поверку вы поймете, что, ну, не совсем, что такое свежий цветок, да, и что такое цветок, который завял. Оба цветы, но качество совсем другое. Поэтому здесь, девочки, здесь есть над чем подумать. Обязательно прошу вас, отпишитесь мне по третьей позиции. Конечно, с кем резонирует, ставьте пальчик вверх. И для ваших общих запросов, для запросов на общие расклады, я давным-давно сделала специальную тему. Она так и называется, ваши запросы на общие расклады. Ссылка есть в описании данного видео. Зайдите туда и посмотрите комментарии. Если вы видите, что есть уже такой запрос, просто там поставьте лайк. Именно по количеству лайков я понимаю, какой вопрос наиболее актуальный и который стоит снять. Если вашего вопроса нет, то, конечно, пишите. И тоже будем ждать, что кому-то тоже такой вопрос будет важен и необходим. Собственно, все, что я сегодня хотела снять. Надеюсь, вам понравился расклад. Надеюсь, он вам был полезен. Ну, а на сегодня все. До встречи в новых видео. Пока-пока.